страх это уже что-то опредмеченное а когда я знаю чего я боюсь я знаю как с этим справиться настолько тревожный человек что мне не мышка не ветер в голову не пришли вас просто разрывает внутри куда ходить точно не надо чуть прикрываешься мы с тобой вот уже в отношениях она так себя ведет потому что я какой-то не такой я могу ее потерять в этом ничего хорошего нет накрутил накрутил потом бац кто-то начинает себя пощипывать это все про то чтобы снять вот эту душевную боль всем привет это подкаст теперь ты знаешь в студии наталья ежова и мы сегодня с вами встречаем гостя руслан наилевич хаким зянов зав кафедры клинической психологии и психологии личности института психологии и образования казанского федерального университета здравствуйте руслан наилевич добрый день вы нам сегодня будете рассказывать все же про все что связано со страхом с болью и со страхом боли ну в рамках нашего тайминга сколько успеем столько и расскажем да как это будем лишать из наших зрителей незнания в этой области если бы у человечества не было ни страха не более она перестала бы существовать прочитал я в одном в одной умной книги я думаю что она умная может не умная сейчас скажете да сегодня мы будем говорить о страхе и боли но наверное в целом будем говорить о психологии и отвечая на ваш вопрос касательно существования человека и этого мира наверно страх он дает толчок к развитию если бы мы не испытывали страхов то мы бы топтались на месте и и можно сказать то что современный человек испытывая чувство страха он стремится преодолеть его и преодолевая этот страх но мы можем достигать значительных успехов но только надо задаться вопросом а что лежит в основе страха ведь страх это уже следствие чего-то и поэтому говоря про страх надо говорить о том что страх это уже что-то опредмеченное вот если мы представим маленького ребенка и представим батарейку какую-то он берет эту батарейку и начинает совать там в рот в нос в ухо и так далее почему он это делает потому что он не знает предназначение этого предмета и когда родители в процессе воспитания показывает ему для чего нужно использовать батарейку или для чего нужна ручка ложка вилка и так далее он опредмечивает этот объект и соответственно понимает его предназначение то же самое и со страхом интересно вы хотите сказать что страх можно перевести в предметную плоскость страх это уже есть что-то предметное а то что лежит в основе страх это наша тревога это сильная тревога с которой я не могу справиться и чтобы понять вот это свое непонятное состояние вот представьте вот люди которые боятся высоты они подходят краю высотного здания или находятся на там 37 этаже высотки выглядывают с окошкой и внутри какое-то непонятное чувство холодеет все люди которые испытывают тревогу они постоянно находятся в этом состоянии вот у них это перманентное состояние и вот чтобы не испытывать этого состояния тревоги нам нужно понять что это такое и мы начинаем также опредмечивать эту тревогу и когда мы знаем чего мы боимся нам страшно это уже опредмеченная тревога и мы не испытываем такого такой дисгармонии а вот поэтому человек стремится опредметить свою тревогу и тогда у нас рождается страх а когда я знаю чего я боюсь я знаю как с этим справиться и вот возвращаясь к тому что я говорил про ребенка давайте представим взрослого человека который идет по темно-темные улицы в каком нибудь неблагополучном районе и вдруг он услышал какой-то шорох шелест он испытал сильную тревогу но когда он опредметит свои эмоции и поймет то что ну эта мышка где-то пробежала или это всего лишь ветер какой-то такой лото вы предлагаете вариант у меня совсем другая картина в голове тогда я понимаю все это мышка прибежала это деревья колышется от ветра и тогда вот я избавляюсь от этого чувства страха то есть страх это уже опредмеченная тревога можно я вот тут вас немножко остановить смотрите по всей вероятности и вы сейчас рассказывали я естественно в эту вашу картинку тоже погрузилась но видимо я не настолько вернее наоборот настолько тревожный человек что мне не мышка не ветер в голову не пришли мне пришел человек который имеет какие-то в голову человек который имеет в отношении меня какие-то не недобрые намерения ну ну вы да вы опредметили создали образ человека в любом случае знаете чего вы боитесь то есть когда вы испытываете тревогу вы не понимаете чего вы боитесь вас просто разрывает внутри и чтобы избежать этого состояния мы представляем то что на нас кто-то хочет напасть или еще что-то соответственно я уже понимаю как я буду защищаться чтобы обезопасить себя вот про что я говорю в контексте страха и тревоги а вот по поводу того что страх является толчком к развитию а вот мы же знаем кучу историй когда человек наоборот из-за страха никуда не шел и никуда не развивался именно потому что вот вот этот страх сильнее чем желание развиться ну здесь я про развитие говорил в общих чертах то есть когда я знаю чего я боюсь в жизни что мешает мне в жизни я знаю их и по крайней мере пытаюсь как-то преодолеть этот барьер вот мне страшно выступать перед публикой я испытываю страх я предметил свою тревогу и мне страшно выступать перед публикой естественно при определенных обстоятельствах я могу там пройти какие-то психологические тренинги пойти на личную консультацию чтобы преодолеть вот это состояние страха и это и есть толчок развития я не спорю конечно многие люди замыкаются в себе и живут как человек в футляре работает в обе стороны но в целом если мы будем говорить про наше общество если бы мы не опредмечивали свои страхи мы бы не достигли того по прогресса который мы наблюдаем сегодня а вот смотрите возвращаясь опять к страху и к тому что он является источником развития то есть вы сейчас говорите о том что вот эта фраза пресловутая смотри или иди туда где страшно она вот так работает но если мы берем в за исходную что страх это явление эмоции с которой мы рождаемся она нам дана от рождения да вот эта базовая конструкция нам нужно еще для того чтобы предупреждала нас о том куда ходить точно не надо то есть получается что вот эта фраза иди туда где страшно она наверное не всегда должна работать смотря про какой страх мы говорим если это конкретная угроза жизни то естественно мы можем скорректировать свои пути а как человеку понять что это угроза жизни если он еще туда не пошел но мы сейчас сейчас говорим про абстрактную какую-то модель поведения если передо мной есть выбор идти по этой дороге и достичь чего-то и я понимаю то что там нет какой-то конкретный а угроза жизни то естественно следует мне встать и пойти по этому направлению если я понимаю то что там есть какие-то вещи которые несут прямую угрозу моей жизни естественно я пересмотрю свою модель поведения и буду двигаться в другом направлении которое возможно мне принесет успех мы сейчас говорим просто про абстракцию вот если тогда надо переформулировать ваш вопрос и спросить про не не ходить куда страшно вы имеете ввиду а вот что это за путь что вызывает страх то есть надо же тогда опять же а предметить и сказать почему этот путь вызывает страх что там такого что мне страшно естественно мы рациональные существа человек все-таки это рациональное существо и мы живем в эпоху рациональности надо взвесить все за и против то есть если бы был бы как какой-то конкретный пример то есть куда идти и чего я боюсь это один ответ если мы говорим про абстрактная то надо взвешивать какую угрозу для жизни несет этот путь но надо понимать то что наша психика устроена таким образом чудеснейшим образом если у нас есть вариант а и вариант b я выбираю между двумя вариантами то есть по какому пути мне двигаться до оба варианта несут в себе какие-то шероховатости но мне страшно двигаться там по направлению б потому что там высокие риски я могу потерять все если мы говорим например про контекст профессионального развития или же там личных взаимоотношений я боюсь познакомиться с этой девушкой потому что она сильно красивая и есть вариант а который не несет в себе угрозы и человек взвешивает все в за и против и двигается по какому-то пути допустим все таки я выбрал вариант b более сложный дошел до определенной точки дальше передо мной стоит уже другая линия жизни вариант пути там c и снова нарисовывается вариант а но к сожалению наша психика так устроена если я вариант а один раз отбросил то я вряд ли уже к нему вернусь хотя может быть он был наиболее успешным этот вариант и так далее то есть тут надо смотреть о том вообще как человек объясняет себе тот жизненный путь как то есть он рационализирует вот этот путь по которым он надо идти то есть мы же уже говорили о том что страх это опредмеченная тревога то есть когда я свои иррациональные чувства а предметил и чего-то конкретно боюсь вот то же самое и когда мы выбираем какой-то свой жизненный путь то мы сравниваем варианты рационализируем простыми словами и когда мы начинаем все это рационализировать мы опредмечиваем какие-то шероховатости которые нас ждут на этом пути вот я сюда пойду ну есть определенная угроза то что там девушка меня отошьет потому что там я но не в ее вкусе да то есть но я самоуверенной я рационализировал все свои переживания все-таки бьюсь в этом направлении вот как раз таки вот это рационализация она возможна и как раз таки дает толчок нашему развитию но в другом ключе она выключает наши ирация наши и рациональные чувства вот и вопрос насколько это влияет на человека наверное будет для каждого индивидуально то есть на самом деле иррациональность подавлять не надо потому что иррациональность надо нашу иррациональность слушать и делать просто правильный выбор вот такой вот абстрактный наверно ответ я даю на ваш вопрос потому что если бы конкретика была в вопросе можно было уже разобрать этот кейс вы имеете ввиду конкретикой какой-то конкрет какой-то конкретный случай из жизни вы имеете да то есть вы же практикующий психолог вам не Приходили, что ли, такие люди с такими запросами? Ну, если говорить про страхи, то, естественно, запросов касательно страхов много. Но, как я уже говорил, все-таки в основе страха лежит какая-то тревога. Тревога за себя. То есть неопредмеченная тревога. Тревога в контексте, вот просто какой-то внутренний у человека есть конфликт, который он не осознает. И, соответственно, чтобы этот конфликт заглушить, я начинаю что-то переводить в плоскость страха. Но если говорить про обобщенные какие-то вещи касательно тревог, страхов, которые люди испытывают, то есть могу привести такой пример. Человек, который ведет не очень в контексте социальных норм, ценностей, культуры, образ жизни. Человек имеет семью, имеет новорожденного ребенка. И постоянно, постоянно, в какие-то дни он изменяет своей жене. Изменяет своей жене, и вот родился ребенок, он все равно, у него есть потребность почему-то найти себе любовницу и ведет еще списочек. Какая прелесть. Кто, где, когда, да. Прям дневник Данжуана. Возникает вопрос, а почему он демонстрирует эту модель поведения? И в целом, разбирая этот кейс, можно сделать некоторые интерпретации. Я, конечно, не претендую на то, что эти интерпретации верны. Но практика показывает то, что действительно такие интерпретации помогают человеку осознать свою модель поведения. И вот к чему я клоню. То есть почему он ведет себя таким образом? Там сейчас у зрителей в голове разные гипотезы. Вот. Озвучу свою гипотезу, свою интерпретацию, исходя из того анамнеза, из тех знаний, которые у меня есть по отношению к данной ситуации и этому человеку. Этот человек очень любит свою жену. Но в их семейных взаимоотношениях есть случаи. Я, конечно, сейчас опускаю многие-многие детали. Я уже подытоживаю. То есть в их семейной жизни есть определенные модели поведения со стороны жены, которые вызывают у этого мужчины тревогу. Тревогу, с которой он не может справиться. И вот справляется он с этой тревогой путем того, что ищет себе новую возлюбленную на ночь. Которая не будет вызывать у него того чувства тревоги, например. Это ваша интерпретация. Да. Моя интерпретация заключается в том, чтобы преодолеть вот это состояние, которое он испытывает. И мы с ним в работе дошли до того, что он как-то обмолвился, что вот ему не нравится в отношениях с его женой. Она после того, как они поженились, после того, как у них родился ребенок, даже раньше, еще до супружеских отношений, после интимной близости жена всегда идет в душ. Ну, как бы это нормально. Но как она идет в душ? Она постоянно прикрывается. Прикрывается, и он задает ей постоянно вопрос. Ну, на ранних этапах отношений задавал этот вопрос, а потом просто перестал задавать. Что ты прикрываешься? Мы с тобой вот уже в отношениях. Мы с тобой поженились. А ты все прикрываешься. На что она ему говорит? Ну, мне некомфортно, мне некомфортно. Понятное дело, ей некомфортно. То есть у нее свои есть, возможно, проблемы, свое понимание себя, образа своего тела, но он этого не понимает. То есть у него есть свои какие-то интерпретации по этому поводу. Она так себя ведет, потому что я какой-то не такой. То есть она меня не до конца любит и так далее. И это вызывает у него сильную тревогу. То есть эта тревога не дает ему покоя. Эта тревога приводит к тому, что теряется его внутренний стержень, как мужчины. То есть внутреннее ощущение себя, как личности, начинает рушиться. И чтобы преодолеть эти состояния, он выбрал вот такой вот неприемлемый способ, так скажем, опредметить свою тревогу. То есть у него эта тревога возникает. И, соответственно, когда он понимает то, что «ага, все-таки она меня не любит» и так далее, это вызывает у него страх, то есть вот цепочка, внутренняя тревога. Он не знает, что с ним происходит, но он начинает опредмечивать свою внутреннюю тревогу и делает для себя интерпретацию о том, что он какой-то не такой, она его не любит. И у него страх то, что она меня не любит, я могу ее потерять. Но единственный способ преодолеть этот страх, компенсировать, да, то есть он выбирает вот такую модель поведения. То есть он за счет других девушек просто самоутверждается. Ну, снимает эту тревогу. Снимает эту тревогу. То есть страх здесь всего лишь промежуточное звено. А откуда вызвана эта тревога? Эта тревога вызвана более глубинными переживаниями о целостности своего «я». Если мы будем говорить и дальше интерпретировать эту модель поведения с позиции психодинамического направления, то есть основателем которого является Зигмунд Фрейд, то мы можем сказать, что на определенной стадии психосексуального развития формируется внутренний анакликтический объект, то есть внутренний стержень, на который я могу опереться. И, как правило, этот внутренний стержень, он формируется на фаллической стадии, то есть где-то в возрасте от трех лет. От трех до шести примерно. От трех лет, да, начинает формироваться. И вот, соответственно, проблема, почему у него вот этот внутренний объект такой уязвимый, кроется именно на этой стадии развития. А здесь уже взаимоотношения с мамой, взаимоотношения с отцом, которого нет и так далее. И вот это все запускает ворох, ворох, ворох определенных проблем, с которыми человек сталкивается. То есть во всем остальном он успешен, но вот здесь, когда касается его отношения с любимой, у него возникает чувство, так скажем, неполноценности, которую он стремится компенсировать за счет такой модели поведения. И вот этот страх – это всего лишь промежуточное звено. Поэтому, когда мы говорим про страх, все-таки страх – это то, что лежит на поверхности. Это самое простое. То есть мы чего-то боимся. А вот что лежит там, в глубине, это уже вопрос остается открытым. В каждом конкретном случае это будет все индивидуально. А вот в этой ситуации, когда молодой человек видел свою жену, которая говорила, что мне некомфортно, я вот просто несколько раз слышала, психологи используют фразу, ну такую, двигающую к осознанию. Это не про меня, это про нее. Вот она помогает в этом случае? Она может как-то помогающую сработать? Может сработать помогающая, но я считаю, что вот… Ну, чтобы не падать хотя бы туда. Психологи, которые говорят о том, что… Ну, это про нее, это не про меня. Наверное, это психологи, которые хотят решить проблему сиюминутно. То есть всегда надо ориентироваться на личность, потому что я ответственен за свою жизнь, а не кто-то другой. То есть это абсолютно неправильная позиция, когда мы перекладываем какую-то ответственность на других. Это, так скажем, экстернальный локус контроля. В этом ничего хорошего нет. И такой человек привыкнет обвинять окружение во всех своих невзгодах. В первую очередь, давайте ориентироваться на себя, нежели чем перекладывать ответственность на других. И да, возможно… Вы имеете в виду ответственность своего реагирования, своего рефлекса, своей рефлексии? Свои реакции я начинаю оправдывать за счет модели поведения других людей. Это абсолютно неправильно. Поскольку эта фраза очень распространенная, вот я бы прямо на ней приостановилась, потому что она опять-таки тоже из каждой форчки звучит. Если вам кто-то нахамил или там что-то такое сделал, что не вписывается в вашу нормальную картину мира, то вы всегда можете сказать, это не про меня, это про нее. То есть это тупиковый путь с точки зрения следования себя. Почему я так реагирую, что там со мной происходит. и если я все время буду говорить, что это не про меня, это про него, то я всегда буду оставаться вот на том месте, на котором я все это, ну, собственно говоря, получаю. Конечно, конечно. Вот опять же, когда я говорю, это не про меня, это про кого-то другого. Что я делаю в этот момент? Я оправдываю свою недостаточность. Да, то есть меня кто-то обидел, там, я не знаю, я приглашаю девушку на свидание, и она мне отказывает и говорит, нет, я не пойду с тобой на свидание. Что я делаю? Я чувствую себя уязвимым. Но как я начинаю побаривать свою уязвимость? Я говорю, да, это она такая плохая. Она вот не согласилась. Она для меня недостаточно хороша. Да. Что я делаю? И я тем самым регулирую свои эмоции. Вот я испытал негативные эмоции, потому что мне отказали. Но негативные эмоции что делают? Они снижают мотивацию, мою мотивацию какой-то деятельности к жизни. Энергию забирают очень много. И чтобы отрегулировать этот процесс, я говорю, да, это она такая. И, соответственно... А напряжение-то спало, согласитесь, от этого. Напряжение спало, конечно. Но, опять же, напряжение спало здесь и сейчас. Но в целом-то напряжение копится. Давайте представим, ну, не знаю, кастрюлю с водой. Да, если у нее все время добавлять по стакану воды, или вы закипание имеете в виду? Закипание, да. Я могу поставить кастрюлю воды на самый минимальный огонь. В какой-то момент огонь прибавляется, в какой-то момент огонь убавляется. Но если мы не уберем кастрюлю с огня, то вода в конечном итоге выкипет. Когда-никогда все равно закипит. Да, то есть... И есть такое понятие, как общий адаптационный синдром в психологии Ганса-Селье. По сути, все это схоже с его описанием различных ситуаций жизненных, стрессовых, которые влияют на меня. А стрессовая ситуация для меня может быть абсолютно любая. Вот. То есть сначала организм нам сигнализирует, потом мы адаптируемся к этой ситуации. Но нам надо разрешить эту ситуацию. Если мы ее не разрешим, то в конечном итоге что будет? Истощение. Вот это вот как раз и выгорание, вот это вот истощение. Поэтому, если я каждый раз буду говорить, кто-то виноват, кто-то виноват, не решая собственные какие-то проблемы, то тогда просто-напросто в конечном итоге я приду к тому, что я буду полностью эмоционально истощен. Вот. То есть дальше развивая эту тему, можно сказать то, что... Ну, если у меня болит голова, я пью анальгинчик. Да, ну анальгинчик, анальгин мне помогает на определенное время. Потом снова заболела голова. И то есть если я буду вот так вот анестезировать себя путем там... Свой страх. Свой страх, свои переживания, путем того, что кто-то виноват, это не от меня зависит. Вот. В конечном итоге в любом случае уже анестезия такая не поможет. Надо будет как-то искать новые способы анестезии. Поэтому лучше, конечно, разобраться в тех триггерах, которые запускают всю эту цепочку. Вот. То есть... Триггер, благодаря которым ты видишь себя как некий несовершенный объект, страдающий, неоцененный, унижающийся и так далее. Ну, разные могут интерпретации. Да, конечно. У каждого свое. А вот скажите, пожалуйста, вот смотрите, мы сейчас с вами шикарную вещь сделали. Мы вот эту вот фразу просто свели к нулю. Потому что она невероятная вот в масс-медийных психологических статьях. Она очень популярна. А вот еще смотрите, получается, что правильно ли я понимаю, что, например, паническая атака это крайняя форма ну, накрученной тревоги, да? Или это как? Вот смотрите, вот допустим, я тревожный человек, да? И вот у меня появился какой-то триггер, и я пошла дальше с помощью своего замечательного мозга накручивать. Сформировала огромную какую-то фантазию. То есть я уже представила, там, я не знаю, разрушенную квартиру, сгоревший дом и так далее. И все. А ничего еще не произошло. А я уже успела прожить и напугаться. Вот это имеет отношение к тому, что вот тут может начаться паническая атака? Или нет? Или это у панической атаки чисто физиологические какие-то неврологические корни или причины? Сначала в любом случае запускается какой-то эмоциональный триггер. И этот эмоциональный триггер, он вызывает физиологические реакции у человека. То есть физиологическая реакция – это уже итог на те негативные эмоции, на тот стресс, который я испытал. Когда я вот накрутил, 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 потом бац, и вот, пожалуйста, переход эмоций в физиологическое проявление. И начинает, так скажем, возбуждаться наша нервная система. То есть получается, что люди, которые говорят о том, что у меня панические атаки, они могут с ними работать через работу с тревожностью? Паническая атака, конечно, это панические атаки, они относятся к тревоге. Ну вот это вообще прекрасно. Вот у нас сейчас появился с вами прям вот такой алгоритм. Появился страх, мы его опредмечиваем, правильно я предназначу? После того, как он опредметился, мы понимаем, что какие действия мы можем совершить, и это работает на любом проявлении тревожности, да? И, собственно говоря, если мы это будем делать, то до какого-то страха, прям как страх-страх, мы можем и не дойти, правильно? Я не понял, что значит страх-страх. Ну такой вот прям, знаете, вот этот вот, прям вот, когда мурашки по коже, когда в животе там все сжимается вот от страха. Если мы вовремя поймали вот тревогу какую-то, опредметили ее, то мы можем вот в этот глубинный, такой сильный страх, панический, можно сказать, можно не упасть, да? Так? Я правильно понимаю? Или нет? Мы можем в любом случае упасть в этот страх. Ну когда в страх падаешь, у меня вот мозги, например, отключаются. У человека есть какие-то тревоги, есть какие-то переживания. Он не знает природу этих переживаний. И он постоянно, неосознанно ищет, как опредметить, что же со мной такое происходит. Соответственно, у него начинают возникать различные мысли, навязчивые мысли, которые и вызывают вот эту паническую атаку. То есть он начинает думать, ага, может быть, отсюда, оттуда. Это третий, четвертый. И в итоге вот он взрыв. Вот этот эмоциональный. То есть не бывает такое, что мне просто одна клиентка рассказывала, что у нее дебют панической атаки случился на ровном месте, как она говорила. Но понятно, что надо с критикой относиться к тому, что говорят клиенты, что дело было буквально там в театре, спокойная обстановка, никто ничего абсолютно не угрожает. И вдруг бац, и вот она. Задыхаюсь и все остальное. Да, дело в том, что есть определенные у нас мысли и чувства, которые мы не осознаем. Вот вы замечали, когда-нибудь за собой вы едете в транспорте или в автомобиле. У вас прекрасное настроение, вы слушаете музыку, либо сидите у окошка в наушниках. У вас прекрасное настроение, и в какой-то момент что-то не так. Что-то начинает вас беспокоить. Вот. Здесь мы должны... Ковыряется. Да, ковыряется. И вы не поймете, почему у меня поменялось настроение. Здесь надо говорить о том, что вот в этот момент, когда наше сознание лишено рационального контроля, вот я еду, мне хорошо, я отдыхаю. Естественно, мы всегда пытаемся рационально... Ну, в таком трансе немножечко, да, в хорошем? Да, а вот какое-то состояние положительное, расслабленное выключает наш рациональный контроль. И вот когда рациональный контроль выключен, раз, пошли вот эти неосознаваемые мысли, переживания, чувства, и наше настроение меняется. И мы сразу же включаем рациональный контроль и не поймем, что же с нами такое. То есть вот опять же идет конфликт нашей рациональности и иррациональности. То же самое и когда человек выходит в театр, у него прекрасное настроение, он пришел посмотреть премьеру Евгения Онегина, и вдруг рациональный контроль выключился, и полезли вот эти иррациональные чувства. И вот отсюда и зарождается вот эта тревога. То есть мы тут же включаем наш рациональный контроль, объяснить ничего не можем, и уже пошла физиологическая реакция на эти чувства иррациональные. И человек испытывает вот эту паническую атаку. Почему рекомендуют при панической атаке успокоиться, дышать, говорить о том, что со мной ничего не случится? Ну, то есть что это за техника? Это техника, которая опять же опредмечивает, опредмечивает, рационализирует, и человек успокаивается потихоньку. Но опять же, это как таблеточка. Выпил ее, успокоился. А что это за иррациональные чувства? Вот с этим нужно работать. Поэтому в психологии очень много разных подходов, когнитивно-поведенческий, психодинамический подход, то есть экзистенциальный подход, которые по-разному смотрят на различные психические явления. Знаете, сейчас такой мем гуляет по... По-моему, ВКонтакте я его даже видела. Типа, 5000 за поболтать час? Вот скажите, что есть ситуации, точнее говоря, их очень много, когда человек пытается разобрать себя, разобраться с собой, узнать себя, увидеть свою идентификацию, идентичность себя, я, то самому это сделать действительно очень сложно. Это вот нисколько не маркетинговый ход или не реклама психологических услуг как таковых. Крайне сложно, даже если ты какой-то продвинутый и не вылезаешь из нейропсихологии, из прикладной психологии. Очень сложно просто выйти из себя и увидеть себя вот это все со стороны, осознать себя совершенно другим человеком. Вот скажите, что это действительно так. Потому что мне куча людей говорит, да, не пойду я, я с тобой поболтаю час, и мне легче станет. Вот эта вот ключевая фраза, мне легче станет. Чуть-чуть. Опять же мы здесь можем сказать о том, что это за реакция. Это всего лишь психологическая защита людей. То есть я почитаю, я поболтаю с подругой. То есть это, опять же, стремление рационализировать свой страх перед встречей со своими внутренними проблемами. То есть мне легче объяснить тебе, да, это вот поболтаю и пройдет. Надо просто найти новые смыслы, говорят мне. Вот находишь новые смыслы, и все у тебя сразу становится замечательно. А то, чтобы для того, чтобы найти новые смыслы, нужно еще со старыми разобраться, да, почему они тебя привели в такое состояние, что тебе какие-то новые смыслы надо искать. Это уже умалчивается об этом. Ну, опять же, про какие смыслы мы говорим? Ну, конечно, конечно. Конечно, для человека очень важно иметь смысл в жизни. Да, безусловно. То есть когда я имею какой-то смысл, какую-то цель, я двигаюсь к этому. Но если я постоянно ищу какие-то новые смыслы, то мы можем говорить о том, что у человека действительно есть определенный жизненный кризис, потому что он ставит каждый раз перед собой новые смыслы и стремится их достичь. Соответственно, другие-то смыслы... Что с ними случилось? Они же были актуальны некоторое время назад. Или я обрубил все на половине пути. И, естественно, человеку проще оправдать свое поведение, находясь в поисках какого-то нового смысла. Вот интересно, что страх – это к эмоциям относится, да? Ну, а боль относится к ощущениям, да? Это как будто больше телесное проявление, да, относится. Но в то же время есть же еще понятие «душевная боль». Да. Ну, понятно, что есть понятие «физическая боль». То есть я себя ущипнула, я себя порезала, я испытываю боль. Это нормальный сигнал организма о том, что с тобой что-то не так. Это понятно. А вот что такое душевная боль? Душевная боль – это тоже симптом. Симптом того, что с тобой что-то не так. И надо работать с этим. И, к сожалению, когда мы испытываем эмоциональную боль, мы стремимся ее каким-то образом анальгизировать. Анальгизировать также через различные виды деятельности. Кто-то анальгизирует душевную боль через самоповреждающее поведение. Буквально. Буквально. Ну, то есть наносит вред своему телу. Вы понаблюдайте за людьми. Когда они находятся в состоянии эмоционального напряжения, кто-то начинает себя пощипывать. То есть вот это душевное волнение, оно разряжается за счет вот этих разрядок. Вот сейчас очень много подростков, детей испытывают вот эту эмоциональную боль. И если нас смотрят и слушают молодые родители, ну и не только молодые родители, в целом родители, обращайте внимание на своих детей. Потому что вот банально, дети играются с огнем. Кто дольше продержится, а некоторые увлекаются с этим. Это же тоже способ снять свое напряжение. Ожоги у них есть. Например, берут зажигалку и вот держат вот так вот. Боль отдернул. То есть это тоже снять напряжение. Какие-то порезы. Это тоже снять напряжение. То есть вот селф-харм поведение, самопореждающее поведение, это все про то, чтобы снять вот эту душевную боль. То есть она получается даже сильнее, чем физическая? Душевная боль сильнее любой боли. Сильнее любой боли. Но дело в том, что физическую боль мы чувствуем сразу и бежим к врачу. А душевная боль, она потихоньку давит, 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 давит. И в итоге в каком-то месте прорвало. И говоря про душевную боль, Вот, например, многие люди, испытывая душевную боль, могут заканчивать жизнь суицидом. Многие люди, испытывая душевную боль, они уходят в деструктивные модели поведения. Алкоголизм, наркомания. Это же тоже способ изменить вот эту текущую реальность, зависимую от поведения, наркомания, алкоголизма. Когда я меняю текущую реальность, потому что в ней тяжело, в ней больно находиться. И попадаю в какую-то новую, неореальность, в которой нет этой душевной боли. А вот где тонкая грань? Вот смотрите, про физическую боль тут все понятно. Врачи говорят, и все говорят, физическую боль терпеть нельзя. Ну вот, если ты понимаешь, что что-то у тебя не так, иди что-нибудь с этим сделать. С эмоциональной болью, да, вот здесь как по поводу терпения. С одной стороны, я в прошлый раз еще... Я вам, кстати, говорила про руми. Раны — это те места, через которые нас попадает свет. То есть предполагается, что какое-то количество эмоциональной боли должно присутствовать в твоей жизни, и что это делает тебя сильнее. Все инициации на этом построены. Что тебе страшно, тебе больно, и только через это ты растешь. Вот где тонкая грань между тем, что вот это количество для тебя боли полезно, душевной, а вот это уже вредно. Вот тут ты уже терпишь, и это закончится или психосоматикой, или изменением поведения в деструкцию. Правильно ли будет это говорить? Это позиция инфантильная. Что тяжело в учении легкого бою, что что-то через боль должно прирастать. Нет, о том, что если мы будем развиваться через боль душевную. Это инфантильная позиция? Нет, инфантильная позиция, когда мы оправдываем свою душевную боль через мифологию. Ну, условно говоря, да. Не вяжется пока. У ребенка болит голова. И что? Мамочка пришла, поцеловала, голова пройдет. Это же мифическое сознание. Ну да. Вот, но если взрослый человек мыслит и живет такими категориями... Нет, зачем? Ну, смотрите, вот мне нужно... Я нахожусь... Вот у нас на следующей неделе будет интервью про сепарацию. Я нахожусь в сепарационном процессе со своей мамой. Мне... Я ее очень люблю. Но я, чтобы отстаивать себя, я должна проявлять где-то жесткость. От этого я испытываю эмоциональную боль. Вы не эмоциональную боль испытываете. А что? Касательно сепарации, это тревога. Это тревога. Ну, тревога тоже может боль вызывать. Вот такую. Тревога, она вызывает некое такое волнение, как мы уже говорили, которое мы стремимся предметить. А боль, боль, она связана с тем, что, опять же, я не смог что-то предметить. А, это как разочарование. И это уходит туда, в глубину. И вот мы испытываем эмоциональную боль, потому что мы не знаем, не видим вообще никаких целей, никаких смысла в жизни. А для чего мне это надо? Я испытываю очень сильную из-за этого эмоциональную боль. Опять же, надо понимать то, что кто-то начинает это снимать путем там self-harm поведения, кто-то путем алкоголизма, наркомании и так далее. Кто-то там, через там, религию, там, это испытание для тебя. Но все-таки, ну, вот эта эмоциональная боль, опять же, надо разбираться, что же не так в моей жизни? Почему я нахожусь в этом психоэмоциональном состоянии? Эмоциональная боль это такая же тревога. Такая же тревога. Только более сильная, видимо, да? Какая-то боль, концентрированная такая, да? Да, конечно. Вот. И в любом случае человек будет стремиться ее преодолеть. Но, как правило, преодолеть деструктивными моделями поведения. Смотрите, почему я зацепила за эту эмоциональную боль? У нас вся русская литература пронизана вот этой эмоциональной болью. И как это прекрасно, и как страдающий интеллигент. И ты поэтому чувствуешь себя каким-то там сверхчеловеком, потому что ты умеешь страдать, и это страдание украшает твою душу. Да, я не спорю, то что вот именно терпеть нас учит наша культура. И не всегда это правильно. Вот давайте посмотрим на наши сказки, там, Морозко. Да. У нас теперь холодно. Да. Она терпела и получила свои плюшки. Да. Насколько правильна эта модель поведения? Вопрос остается открытым. То есть в любом случае или же например, Золушка. Золушка хотела пойти на бал? хотела. Но что сделала мачеха? Она смешала крупу и сказала рассортируй. Садистка. Да. Если ты чего-то хочешь, ты сначала сделай дело, гуляй смело. То есть конечно культура учит нас чему-либо. И культура нас закаляет. Но вопрос какую боль нужно терпеть, а с какой болью надо разбираться, каждый человек решает индивидуально. и если эта боль и эта тревога не дает тебе покоя, не надо сопротивляться. Надо просто идти к психологу и получать психологическую поддержку. Вот в конце хочется сказать о том, что если у нас что-то болит, мы идем и лечимся. И это нам помогает. если у нас болит душа, мы терпим. Также надо идти и работать со своей душой. И тогда общество будет психологически здоровым. Менять сознание. А мы знаем, что психика сама по себе ригидная. Очень тяжело вот это вот все вкладывать, что душа это такая же штука, которой тоже нужно заниматься. Спасибо вам огромное, Руслан Наилевич. Было очень интересно. Я прямо, по-моему, так вот в вас вот так вот вцепилась. Спасибо огромное. Это был подкаст «Теперь ты знаешь» и действительно «Теперь ты знаешь» немного больше о тревоге, о страхе и о том, как это наблюдать в себе и как с этим работать. Встретимся в следующий раз и поговорим о чем-нибудь другом. Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова